Без. Тот человек, за которого Рашид звонил из Москвы, ну, по поводу стволов, он уже здесь. Я с ним стрелку забил, в санаторий маяк через час. Почему в санаторий? Да он завис там. Типа здоровье походу поправляет. Кто такой? Рашид сказал, рабочий человек. Спец по заказу? Ну, типа того. За ним шлейф, как за Бен Ладеном. Давай в санаторий. Серега, здоров. Ну, вот как я обещал, привел к тебе человека. Я бес, слышал? Да мне все равно, бес ты или Пиноккио. Мне за тебя сказали, сказали, что ты можешь. Если можешь, мне надо. Я могу. Только у меня не супермаркет. Я за тебя не знаю. Если хочешь, взять у меня железо в скросе. Ты что, покерис, что ли? У меня серьезный бизнес. Некоторые не выживают рядом со мной. Ага. Я готов иметь с тобой дело, но я должен знать, кто ты, и с кем работаешь. Ладно, говори с Рашидом. Рашид за меня сказал. Рашид сказал, что ты валишь людей. А вот за это Рашид ответит, чтобы не трепал лишнего. Рашид знает мои правила. Ладно, если не получается, у нас с вами контакты, давайте забудем. Ты в армии служил? Служил. Где? В спецназ ГРУ. Что, типа в Чечню ходил? Ходил куда надо. Стрелял? Стрелял. Не промахивался. Не промахнулся? Хотя, что, две жизни, а? Убери. Что тебе нужно? Два калаша, Макаров, четыре гранаты. Деньги со мной. Подмогай тут пока пару деньков, я с тобой сам свяжусь. Угу, давай. Все сделал. Ну? Проверил его по базе санатория. Он москвич. Овчинников Сергей. Ты что, прописку хочешь? Зачем мне его прописка? Что еще? Пробили его по базе Министерства обороны, как ты просил. Он там есть. Спецназ ГРУ, как ты и говорил. В 2000-м ушел в запас. Но пальчиков его в базе Минобороны нет. Отсутствие. Что это значит? Пальчики обязаны быть у всех бойцов спецназа в обязательном порядке. Регистрируются отпечатки пальцев. А у него их нет. Это значит, что человек серьезный. Раз мог свои отпечатки каким-то образом изъять из базы, чтобы не светились. Понимаешь? Да. Серьезный человек. Пиноккио. Ну-ну. Добрый день. Ну и где он? Вы-то чего молчите? Ну скажите хоть что-нибудь. Овчинников Сергей? Да. К стене. К стене. Ну что? Наркоту сам сдашь? Или как? Да нет у меня никакой наркоты. Хм. Начинайте обыск. Ну что, Овчинников, приехал к нам из Москвы наркотики сбывать? Или здесь прикупил? Я не употребляю наркотики. Я занимаюсь спортом, товарищ следователь. А полкило героина, которую у тебя под матрасом нашли, это что? Сувенир на память о ростовской здравнице? Это не моё. А чьё? Не знаю. Может быть, горничная у меня под матрасом его прятала? Ух ты! Пинкертон! Ну сейчас мы рассмотрим все версии Пинкертон. Мы с тобой найдём этих, мать твою, барыг, которые население травят. Ну? У кого наркоту брал? Я уже говорил. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Он уже третий день в несознанке. Ужас! Ребята так раздухарились. Я давно уже не видел, чтоб так били. У него уже там печень, наверное, всю растоптали. Адвоката не требуют? Какого адвоката? Он там мама сказать не успевает. Приводит к следователю. Тот сразу ему вопрос в лоб. Наркота твоя? Нет. Ах, нет? Сразу в печень. И так бьют по восемь часов с перерывом на обед. Три дня. Может, он герой? Я не думаю. Был бы он внедренный мент. Давно бы уже сознался. У нас героев нет. Ну, и в Москве тоже нет. Ладно, хватит. Отпускай. Как скажешь. Здорово, брат. Живой? Да. Узнал, что ты к мусорам попал. Пришлось денег немного занести. Так что ты теперь мой должник. Тебе сейчас отдай. Сколько вносил? Да ладно, я ж по-братски. Железо для тебя лежит. Так что приезжай сегодня в шесть вечера к старым гаражам на Королева. Семь штук, Грина. Сигаря-то есть? Дай скурить. Замучился там без курина. Дай сжигалку. Хотел тебя спросить. Твои четки, они ведь не мусульманские, да? Буддистские. Что, буддист, что ли? Самая правильная религия. Пустота снаружи, пустота внутри. Нирвана. Нирвана, да? Ладно. Буду в шесть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все нормально? Да ты не волнуйся. Тебе нельзя. И ты же буддист. Смотри. Стволы чистые? Чистые и безгрешные. Считай, ты их в роддоме купил. Номера есть? Уже нет. Пересчитай. Пересчитай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На землю! Быстро на землю! Руки вверх! Все, все! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, отживайте. Ну, просто отлично сработали. Эх, с нас бы банкет. Даже приказано пчать вас в аэропорт. Как в Голливуде. Лужи крови и прострельная грудь. Вы себя с такими примочками кинозвездой не ощущаете? Ощущаю. А Сашка Гандибура, ну, который в вас стрелял, так он три раза автомат проверял перед выездом. Все боялся, чтобы боевыми не зарядить. СМЕХ В Москву, товарищ капитан. Я Владислав Алексеевич. Живой? Ага, живой, грязный. Весь в краске. Все в порядке? Так точно. Погиб при сопротивлении органам правопорядка. Отработал, молодец. В городе не задерживайся, чтобы ни одна живая душа тебя там не видела. Быстро в аэропорт. Подожди секундочку, сейчас Анатолий Максимович трубку передам. Серега, поздравляю от всей души. Да, все знаю, жду тебя в Москве. Угу. Так, Владислав Алексеевич, ну-ка давайте еще раз посмотрим, что у нас по кесарю и его банде. Ну, подождите, Анатолий Максимович, дайте дух перевести. У меня каждый раз как будто как микроинфаркт, когда ребята из операции выходят. 15 лет на службе, привыкнуть не могу. Волнуюсь. Давай, давай, с меня тоже требуют результаты. СМЕХ Отработал нормально, без лишних приключений. Как тебе сказать, жаль, вернуться нельзя. Я бы одному местному менту черепушку бы проломил. Всю печень отбил, гад. Да вломит ему Серега, не переживай. Марина-то знает, что ты уже в городе? Не-а. Я ей сказал, что улетел на две недели в Прагу. Срочные переговоры с конторой по закупке холодильной техники. Она же до сих пор не в курсах, что ты мент. А я мент? Ха-ха. А кто ж ты? Не знаю. Ем с криминалом, сплю с криминалом. Если по моим мозгам судить, то я давно уже не мент. Да, что у нас за жизнь? На работе по легенде, дома по легенде. И жена без права знать, за кого замуж вышла. Она имеет право. Право любить, родить и варить. В смысле? Борщи, что ли? Ага. В этом самом смысле. Она начнет права качать, пойдет на выход. Сразу. Не жестко? Жизнь жестче. Зайчик, ку-ку. Зайчик, ку-ку. Зайчик, ку-ку. Зайчик, ку-ку. Зайчик, ку-ку. Алла Константиновна, доброе утро. Простите за ранний звонок. Это Сергей. Я только что вернулся из командировки час назад. Марина дома нет. Она не у вас? Ну, извините. Извините, я сказал. Да нет, я подумал, может быть, вам плохо стало, и она к вам поехала. Ну, извините. До свидания. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Костя, привет. Здорово, Кутепов. Чего не спится? Случилось что? Мне нужно узнать, где сейчас находится один номер телефона. Номер я дам. Это нужно мне лично. Лично, Костя. Сделаем, диктуй номер. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Кость, гостиница на Покровке. Точнее, не могу. Сейчас там? Да. Спасибо, брат. Доброе утро, ребят. Кто старший? Здравствуйте. У вас какие-то проблемы? Тебя как зовут? Меня Сергей. Очень приятно, Михаил. Раньше в милиции служил? Ну, допустим, служил. А что? Тогда все поймешь. Мне нужно узнать, в каком номере сейчас находится эта женщина. Это личная просьба. Ты понял? Понятно. А номер зарегистрирован на эту девушку? Я не знаю. Кутепова Марина. Если ее в вашем компьютере нет, пускай девочки посмотрят на фотографию. Ну, если это гость, мы как бы не имеем права разглашать информацию. Миша, ты меня не понял? Я же сказал, это личная просьба. Я же не вешаю вам лапшу на уши, что это типа оперативной необходимости. Просто это нужно мне лично. Сереж, давай с тобой сразу так договоримся, чтобы здесь, в гостинице, проблем не было. Ладно, какие проблемы? Просто быстро и тихо посмотри, ладно? Хорошо, я узнаю. Здравствуйте. Кто? Служба безопасности отеля, в гостинице пожар. Срочная эвакуация, откройте, пожалуйста. СТУК В ДВЕРЬ Эй! Эй! Что вы себе пацаны? Где они? Ключи от квартиры, где? Ой. Что бы я тебя больше не видел? Никогда. Запомнил? Оказалось, в лучшем огне уточняется и говорится лишь, что он на минирующую способность совершать глупые поступки, не признавая при этом собственную тупость. По сих пор, и самая тупая ситуация... Кесарь, я могу накрыть всю среднюю полосу России. Это большой бизнес. Ты меня понимаешь? И ты, и я, мы оба будем в шоколаде. Но это может быть только в одном случае. Если у тебя есть канал из Таджикистана. Я же сказал тебе, канал есть. Я даю тебе 10 килобиллов в месяц. Тебе мало? Это уже хорошо. Но я хочу, чтобы ты привел меня к таджикам. Я хочу знать их. Зачем тебе это? В нашем бизнесе это опасно. Лишние контакты, лишние связи. Работай со мной, и все будет. А я буду откровенен. Если с тобой что-нибудь случится, я не хочу потерять канал. Мы же все под Богом уходим, Кесарь. Я приведу тебя к таджикам, а ты меня кинешь. Зачем тебе я, если у тебя будет с ними связь напрямую? Кесарь, мы работаем на доверие. Я открылся тебе и жду того же от тебя. А кинуть тебя? Я не сумасшедший. Кто кидает Кесаря, тот долго не живет, верно? Правильно, Тихонов, правильно. Дави его на канал, дави. Ладно. В этом есть логика. Поехали. Сейчас. Куда? Ты хотел посмотреть на канал? Сегодня мы принимаем посылку. Через два часа. Хочешь все увидеть своими глазами, поехали. Следующей посылке придется ждать два месяца. Отлично. А где это? Поехали, узнаешь. Внимание, говорит первый. Всем постам группы прикрытия. Они отъезжают. Второй и четвертый следуют за ними. И только осторожнее, ребятки. О ходе маршрута сообщать каждые пять минут. Ну, с Богом. Умный лунный, умный лунный, сердце, 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 ждет, ждет. Но уже того, понятно, нет. Тихо. Тебе бы, Серега, в опере петь. О, какие люди на тонущей шхуне. Сережа, ласково, попроси девушек исчезнуть. Девчонки, я вас не представил, это пацаны из моей фирмы. Лучший менеджер России по холодильной технике. Ребята, это девчонки. Налетай. Да. Поздно уже, Сережа. Нам надо поговорить. Ах, так, да. Девчонки, сходите, попудрите носик. У нас тут выездное заседание порткома. Лучше вам этого не скажу. Ладно, мы скоро вернемся. Я к вашим услугам, господа. Итак, что у нас на повестке дня? Строгий выговор без занесения или... Я бы на твоем месте протрезвел, Сережа, и побыстрее, разговор серьезный. Окей. Вот, Анатолий Максимович, он уже так несколько дней пьет. А у меня уважительная причина. Это мы знаем. Когда последний раз ты разговаривал с Тихоновым? С Тихоновым? Когда из Ростова прилетел, он меня в аэропорту встречал. А после этого? После этого нет. О чем говорили? Так, просто треп. Понятно. А он что-нибудь говорил тебе о своем последнем задании? О задании нет. Ты уверен, что он тебе ничего не сказал о Кесаре, например? Я же сказал нет. Уверен? Поехали с нами. Его нашли вчера ночью в районе Обросова в поле с перерезанным горлом. Тихонов внедрялся в банду Кесаря. Мы были очень близки, чтобы накрыть канал поставок героина из Таджикистана. Кесарь вывез его в Обросова встречать товар, а там чисто поле. В общем, группа поддержки не смогла ничего сделать. Кто-то сдал Тихонова. Кто-то из своих. Вы что думаете, это я его сдал? Я? Вы что, с ума сошли, что ли, а? Мы из службы собственной безопасности. Просьба всем оставаться на своих местах. Где рабочее место Кутепова? Ну, здесь. А в чем дело? Стол осмотрите. А где его компьютер? А в этой комнате запрещено пользоваться компьютерами. Как вас там, товарищ? Небезопасно, знаете ли? А где хранится информация об агентуре и операциях? Да. Анатолий Максимович, а вы в курсе, что там происходит? Что именно? Там бригада из СБ пришла, перетряхивает у Кутепова все на столе. Ну, про это я знаю. Ясно. А как же я? А мы? Нам не надо знать? Саша, против Кутепова возбуждено уголовное дело. У СБ есть информация, что он крышевал группу предпринимателей. Вымогал деньги. Хм. А если это оговор? Если. У них есть факты и свидетели. А сам-то он чего говорит? Сам? Я б хотел его послушать. Но он в розыске. В бегах. Скажите, а когда вы видели Кутепова в последний раз? Две недели назад. Да? Вы с мужем не виделись две недели? Мы поссорились. Вы знаете какие-нибудь другие номера его телефонов? Нет. А вы? Нет. У Сережи один телефон. Может, он вам звонил? Нет. Может быть, вам звонил? Нет. Нет. Сережа вообще мне редко звонит. Ну, хорошо. Мы проверим ваши телефоны. Может быть, кто-нибудь от него звонил? Друзья, например, с просьбой что-нибудь сделать. Либо передать ему. Нет. Никто не звонил и не просил ничего передавать. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Мариночка. Послушайтесь вашу маму. Сядьте. А что ваш муж рассказывал вам о своей работе? Ну, о заданиях, например. Каких заданиях? Вы что, не знаете, что ваш муж кадровый офицер милиции? Сережа? Что? Офицер? Вы что-то путаете. Мой муж никогда не был никаким офицером. Где, по-вашему, он работает? Он торгует холодильниками. Это он так вам сказал? Это я всегда знала. Значит, вы утверждаете, что ваш муж не оставлял на хранение деньги и оружие. Какие деньги? Какое оружие? Какое вообще отношение с Сережей имеет ко всему этому? Тише. Он имеет ко многому отношение. Очень ко многому. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЛАЙНЫЕ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Знакомься. Это Алексей, опера с Краснодара. Мы его вызвали к тебе, потому что в Москве его никто не знает. Будет у тебя на подхвате. Никого из наших прикрепить к тебе не могу, сам понимаешь. Что на базе? На базе сидит бригада из СБ. Изучает каждую запятую в твоих рапортах. Трясут всех. Ребята из отдела, твою семью, в общем, всех. СБ вообще в курсе, во что мы играем? СБ не в курсе. СБ ищет тебя всерьез. Шеф устроил так, что в операции знаем только двое, он и я. Для всех ты мент, который пытался крошевать группу предпринимателей, потом спалился, ушел в бега. Ладно, здесь все, что мы имеем на Кесаре, изучайте. На подготовку к операции даю три дня. И вот еще что, Сережа. Когда будешь все это читать, помни, что нам сейчас плевать на Кесаря, на все его каналы с героином, главное его человек в нашем отделе. Залезешь к нему и достанешь мне этого человека. Ясно. Ладно, Леша, пусть он без особой надобности из квартиры не высовывается. Его сейчас ищет вся милиция Москвы. Сходи в магазин, купи ему шоколада и йогуртов побольше. Он любит, я знаю. Вы прямо как мама, товарищ подполковник. А кто же я? Мама и есть. Давай. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Да, и вот еще что. Судя по всему, она увлекается фотографией. Ребят снаружи несколько раз видели ее с фотоаппаратом. В рапорте отмечено, что камера не любительская, а для профи. Супер. Я хочу, чтобы ты последил за ней пару дней. Есть. И вот еще что. Чтобы у нас с тобой было полное взаимопонимание, командую парадом я. А это значит, что все планы операции начальником озвучиваю тоже я. И только то, что считаю нужным. А ты молчишь в тряпочку и валяешь дурака, если тебе задают вопросы. Есть. Ну что, какие мысли? По ситуации будем действовать. Чего? Мне нужен план внедрения. Какие планы? Вы что? Мы не знаем, с кем мы работаем. Сережа, ты за кого меня принимаешь? Ну, сами посудите. У нас в отделе крот. Если это так, то вы все давно уже под колпаком. Он может прослушивать вас в кабинетах, он может прослушивать вас даже дома. В такой ситуации, чем меньше вы и шеф знаете, тем лучше. Риска меньше. Значит, я прихожу к Анатолию Максимовичу и говорю, здрасте, товарищ генерал, так мало так, дожили, Кутепов никому не верит, в том числе и нам с вами, так что ли себе это представляешь? Нет, ну в чем-то ты прав, конечно. Я абсолютно прав. Я о себе тоже думаю, вы уж извините. Я иду на внедрение под своим именем, да? Да я 10 раз буду перестраховываться в такой ситуации. Ну, а ты чего молчишь? А что я? Я это. Понятно. Сбелись. Ладно, я попытаюсь убедить шефа, что так лучше, но если он пошлет меня, ты подумаешь и завтра представишь мне план. Да. Мы же тоже понимаем твои риски, хотим подстраховать со своей стороны. Ладно, все, решили. Давай. Кесарь сейчас в отъезде, да? Значит, Катерине предстоит длинный и скучный день. Завтра снова сядешь ей на хвост. Будешь докладывать мне о всех ее перемещениях каждые полчаса, понял? Ух ты! Да? Так мы начинаем? А как же Владислав Алексеевич? Он же должен утвердить план операции. Чудак ты парень. Победителя не судит. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вспышку лучше направить в потолок. Фотография будет качественнее, если свет будет отражаться с потолка. Спасибо. А вы фотограф? Нет, я так баловал, скажем. Можно? Садитесь. Я посмотрю. Отличная машина. Очень хорошая матрица. Я Сергей. Катя. Очень приятно. Катя, меня кинули. Должны были с другом обмыть его новые бензели. Но с утра на него наехала налоговая. Представляете? Теперь он отбивается, а я должен сам придумать, как скоротать этот вечер. Сочувствую. Катя, с чем вы занимаетесь по жизни? Если судить по вашему взгляду, то вы, скорее всего, врач. Это еще почему? Потому что, когда вы на меня смотрите, я жутко волнуюсь. С детства боюсь врачей. Ну, если честно, что вы делаете в этой жизни? Пока ничего. Думаю. А вы? А я уже придумал. Я продаю. Что? Родину. Я шпион. Вау. А если честно, то золото добычи, приски и все такое. Ничего себе. А что это у вас с лицом? А это менты избили. Нарушил правила пешеходного движения. Ясно. Катя, пойдемте потанцуем. Пожалуйста. Катя, пойдемте потанцуем. Катя, пойдемте потанцуем. Понимаешь, вынести золото с приска практически нереально. Там система безопасности мощнее, чем на израильских авиалиниях. Прежде чем быть из приска, тебя просветят насквозь. Даже если ты в пупок спрячешь золото, все равно найдут. Прости. Я вспомнил. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Алло, это я. А Сергею пришла просьба. Нужно срочно вызвать нарядом ОМОНа в клуб «Пять звезд». С какой стати? Им нужно вбросить, что пришла информация. В клубе «Пять звезд» находится разыскиваемый сейчас Кутепов. Они должны приехать сюда очень быстро. Я не понял. Вы что, вы начали операцию? В общем, да. А согласование? Владислав Алексеевич, у нас горячо, очень горячо. Ладно. Все стоять! Ладно. 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 Что происходит? Потом объясню. За мной. Быстрее. Здоровья. Мама. Сюда. Ладно. Где твоя машина? На стоянке. Что происходит? Потом объясню. Прости, я, кажется, испортил тебе вечер. Может, объяснишь, что происходит? Они за тобой гоняют. За мной. Не знаю, как они вычислили этот клуб. Мне нельзя выходить из дома. Это был глупый риск. Почему? Что ты сделал? Я мент. Вернее, бывший мент. Работал в отделе внедрения. Ну, это типа разведка, только не чекисты, а МВД. Торговля наркотиками, торговля оружием. Вот это моя тема. Нужно было заработать денег? Очень нужно. Я кое-что нарушил. А теперь меня ищут по всей Москве. Круто. А про прииски ты наврал? Не совсем. Я тоже очень хорошо знаю эту тему. Бывал там в командировках неоднократно. Может, ты сейчас врешь? Кутепов Сергей Михайлович. Круто. Слушай, я же там фотоаппарат оставила. Забудь. Возвращаться туда нельзя. Фотоаппарат моя вина. Завтра поедем, я куплю тебе такой же. Идет? Я вообще-то девушка состоятельная. Я тоже парень не промах. Я заметила. Ну и что? Куда ты теперь? Есть тут одна хата. В ней, как у Христа за пазухой заедем. Ага, вот так, типа на чашку чая. Но если честно, мне бы очень не хотелось с тобой расставаться. На полчасика, да. Угу. Господи, не хочу от тебя уходить. Не уходи. Так странно. Знаю тебя всего несколько часов, как будто давно знаю. Ну, может быть, я на кого-то сильно похож. Ну, на кого-то из твоего прошлого. У меня нет прошлого. Мне надо уходить. Может, не надо? Слушай, а может быть, ты все врешь, и тебе было со мной плохо? Дурак. Там дверь закрыта. Дай ключи. Нету. Потерял. Сереж, я не одна. Я живу с человеком. Он очень серьезный, крутой человек. Он бандит, Сереж. Если я не приду вовремя, у меня будут неприятности. Например? Он очень умный и жестокий. Ему убить человека, как стакан воды выпить. А тебе это надо? Зачем тебе такие отношения? Я провинциалка. Приехала Москву покорять. Без денег, без знакомств, без всего. Если бы не он, пошла бы на панель, как тысячи других девчонок, которые в Москву приезжают. Разумно. Лучше уж один клиент, чем сотня. Да? Ты прав. Это тоже проституция. Я тебе даже больше скажу. Он иногда говорит мне спать с нужными ему людьми, и я сплю. Он мне снял квартиру на Кутузовском, купил машину. У меня всегда есть деньги. Я откладываю. Отпусти меня, Сережа. Уходи. Это он. Только молчи, ради бога. Алло, привет. Да, в салон красоты еду. Угу, хорошо. Он ждет. Ты еще хочешь меня увидеть? Да. Ага. Ага. Видишь, она все время старается не смотреть ему в глаза. Взгляд отводит. Все смеются, а она просто улыбается. Вымученно улыбается. Понимаешь? Влюбилась? Она не здесь. Не с ним. Мысли ее где-то далеко. Я думаю, я знаю где. Понимаешь? Вы довольны? Доволен. В каком смысле я доволен? Ну, в смысле все идет по плану? Да, все идет по плану. Она позвонит? Позвонит. Главное не переторопить, правда? Ага. А ты психолог. Знаешь, ерунда вся эта твоя психология. Просто она готова. Готова к чему-то большему, чем просто случайный секс. Сладкая девочка? Ты бы не отказался, да? Ты вообще женат? Нет. Ну и правильно. Все нет, Варя, Алёша. Все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Можно? Давай быстрей. У тебя руки дрожат. Ага. У меня время только до двух. Слушай, а этот твой хахаль криминальный. Он ведь вполне упакованный, да? С бабками. А то. У него даже вилла в Испании есть. Он еще себе в Бразилии виллу собирается покупать. А давай его обезжирим. Как это? Ну сорвем с него денег. Много возьмем. И уедем. В Европу. Только ты и я. Каким это образом? Я все придумаю. Только ты должна мне немножко помочь. Но информации там разные. С кем он общается, кто его партнеры, ну и тому подобное. М? Эй. Сережа, это же опасно. Ну не для тебя же. Я все сделаю очень чисто. Это будет ювелирная работа. Угу. Ювелирная. Тебя уже и та по всему городу ищут. Ну и что это означает, ты знаешь? Это означает, что не такой уж ты ювелир. Нет. Это означает, что я допустил ошибку. Это означает, что я очень тщательно проанализировал свои ошибки. И извлек уроки. И теперь я ученый. Там, где я подстраховывался один раз, я буду подстраховываться десять раз. Улавливаешь? Сереж, ты меня любишь? Сереж, ты меня любишь? Через десять минут приедет Руслан. Приведи себя в порядок. Поцелуй меня. Поцелуй меня. Я сказал Централу. Еще раз ты ошибешься в расчетах, я тебя закопаю. Я думаю, он понял. Он же не хочет, чтобы его с этих двух дискотек убрали. Он не хочет... Так я его у Измаловских выкупал. Он должник по жизни. Раб. Завтра поедешь в офис на Моломосковскую. Угу. Возьмешь ребят, заберешь наличку. Отвезете в банк. В четыре часа они тебя там ждут. Понял. По сторонам смотри, там не зевай. Да все будет в аршуре, босс. Я отвечаю. Отвечаю. Ходишь в последнее время, носом клюешь. Иди выслись. Кто это, узнаешь? Это... Вроде Фома. Он все время так говорит. Типа, босс, босс. Кто он? Он... Типа, менеджер у Кесаря. А что это за офис на Моломосковской? Не знаю. Так, Фома, нарисуй мне его. В смысле нарисуй? Ну, как он выглядит? Высокий, коротышка. Блондин, брюнет. Особые приметы. Шрамы, татуировки. Брюнет. Еще. Ну, стрижка такая ежиком. Угу, ежиком. Сереж. Что? Может, не надо? Это... Страшно. Ну, мне тоже страшно. И что делать? Ну, давай отменим все. Давай. Давай отменим и дождемся, пока меня вычислят. И придут сюда. Давай. Недолго ждать. Мне нужны деньги. Тогда я смогу уехать отсюда, понимаешь? Я не хочу на зону. А именно зона мне сейчас светит, Катя. Я знаю, что это такое. Я не хочу. Я с тобой хочу. Вот с тобой уехать, понимаешь? Я заслужил. Такой, как ты заслужил. Я десять лет ходил, как и по бритве. А теперь хочу взять банк. По-крупному. И все. Меня больше нет. Завтра с утра оставьте на прослушку всех сотрудников отдела. Завтра у Кесаря пропадет бабло, будет стрельба. Без милиции не обойдется. Кесарю будет очень важно узнать результаты милицейского расследования. Если у него в отделе есть человек, то он его поставит на уши, чтобы узнать. Дальше сам знаешь. Что за бабло? Откуда пропадет? Да. Фома должен подъехать через полчаса. Он низенький, с короткой стрижкой. Посей. Понял? Он приехал. Он в особняке. Что творит? Придурок. Ну ты чмо, а? Куда прешь, козел? Ну? А что это? Назад давай. 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 В сумку. В сумку давай. Эмирал. Эмирал запомнил. Эмирал запомнил. Эмирал. Вы Марина? Да. Владислав Алексеевич? Да. Я жена Кутеповой Сережи. Я знаю. Все это ужасно. Мне... Я не знала, что Сережа, что он работает в милиции. И он почему-то скрывал меня. Или я не знаю, ему нельзя было говорить. Я узнала недавно. Мне сказали... Мы просто были в ссоре. Мне сказали, что он скрывается, что его ищут. И я через одних знакомых, очень влиятельных... В общем, мне сказали, что вы все знаете. Никто не запрещал Сергею говорить, где он работает. Это было его решение. Почему? А чем хвастаться? Мент словобранная. Мы работаем с грязью, не запачкаться сложно. Что он думал, что я не пойму? А вы бы поняли? Вы бы поняли, мента, у которого мизерная зарплата, и он должен постоянно думать о том, где достать денег. Чтобы родные и близкие считали его мужчиной. Вы бы поняли? Он что, это сделал из-за меня? Ваш муж находится в розыске. Когда его найдут, его отдадут под суд. Это все, что я могу вам сказать. А сейчас извините, мне нужно идти. Да, я понимаю. А вот почему он не смог вам поверить? Я бы на самом деле задал себе такой вопрос. Подождите, подождите. Я знаю почему. Я изменила ему. Ну, потому что он тоже изменял мне. Вы думаете, я не чувствовала, что у него есть какая-то другая жизнь, в которую он меня просто не пускает? Да я не знала, что он работает в милиции. Но я знала, что он что-то скрывает. Я знала, что он что-то скрывает. Сереж, ты где был? Ты три дня не звонил и не отвечал. Это твоя доля. Забирай. Это все мне? Тебе, тебе. Спрячь. Только не дома. На вокзале. В камере хранения. Или еще где-нибудь. Получилось. Да, фокус удался. Сережа, чего же мы ждем? Давай уедем прямо сейчас. Ты что, с ума сошла, что ли? Если ты исчезнешь вслед за деньгами, они сразу все поймут. Поверь мне, нужно подождать немного. Месяца хотя бы, ладно? Забрала ручок? Отдай мне. Неси. Ты чего, его в сумке хранила? Дура! А если бы они тебя обыскали? Я забыла. Про Фому все помнишь? Да. Давай. Сыграй как следует, ладно? Я сыграю. Я смогу. Я талантливая, как ты, Сереж. Ты говорила, что он заставлял тебя спать с нужными людьми. Зачем тебе это? Мне нужно знать о нем как можно больше. Слушай, это наша страховка. Кто эти люди? Не знаю, они все крутые. Имена помнишь? Сережа, мне неприятно об этом говорить. Ну ладно, ладно. Не сейчас. Но потом, ладно? Когда сможешь. Напишешь мне все, что о них помнишь, ладно? Имена, что рассказывали о себе. И это словесный портрет. Хорошо? Все будет хорошо. Катюх, еще чуть-чуть, и мы в дамках. Сережа, ты правда хочешь со мной уехать? Правда. Может, ты думаешь, что если я его так легко предала, то и тебя предам? Я не думаю. Ты прав, Сережа. Никому нельзя верить. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Все чисто. Жучков? Нет. Хорошо. Все, пошел отсюда. Жучков нет. Вопрос. Откуда они узнали про перевозку налички? Почему они? Там один человек был. Один? Хорошо. Хотя я в это не верю. Кто-то страховал эту суку. Но кто сдал ему про то, откуда и над чем повезут деньги? Кто? А если? Если Фома? Фому стреляли. Но ведь не убили же Фома. А тебе довольны, что были с ним? Тоже вариант. Кто еще знал? Я знал. Он знал. Он. Да кто угодно. Фома кому-нибудь сболтнул. Тот передал еще кому-нибудь. И пошло-поехало. Даже твоя баба. И до нее могло все это дойти. Может, это я сдал, Артем? Я тоже знал. А? Кесарь. По поводу бабы не обессудь. Но давай откровенно. Она тусуется где-то в клубах без тебя. Ты знаешь, с кем она там шоркается? Там ведь разный народ. И самое главное. Она вне нашего круга. Она вне бизнеса. И поэтому у нее вполне может быть интерес, о котором ты лично даже не знаешь. Ты прав. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А он берет ее так за хвост и говорит, не смей говорить со мной по-русски. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что у тебя вид такой, будто ты кислять набилась? Веселение нельзя? Может, мне твоей любви не хватает? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Любви или бабла? И того, и другого. Да? А я думал, ты у нас в шоколаде. Все есть. Тачка, хата, кредитка. Тачка? Ха. Вон у твоего Фомы баба себе тачку купила. Это тачка. Я на такую не езжу. Да? И что за тачка? БМВ последней модели. И давно купила? Недавно. Иди сейчас, Фома, узнай быстро. Угу. Нашел. В сортире. В шкафу. Вы что творите? Кесарь, это не мое бабло. Я понятия не имею, откуда оно понял. Мне подкинули его. Все может быть. В нашей жизни все бывает. Тачку ей тоже подкинули? За тачку я отвечаю. Тачку я в казино выиграл неделю назад. Сорок штук срубил. Понял? Мне фарт попер. Ты чего мне чешешь, Фома? Какой фарт? Казино позакрывали уже все давно. Ты чего? Это подпольное казино. Хорош, не верите? Я могу адресочек черкануть на Краснопресненской. Езжайте, смотрите, проверяйте, спрашивайте. Я не знаю. Везучий ты у нас, Фома. В казино выиграл. Стреляли в тебя и не попали. Стреляли. Любит тебя бог, Фома. Наверное, много добра делаешь. Слышишь, Кесарь, ты фильтруй базар. Я не понял, ты что, меня предъявить решил, что ли? Кому ты сдал мою кассу? Кто с тобой работает, Фома? Слышишь, Кесарь, я не сука. Сидеть! Я не сука, я тебе говорю. А вот ты, сука, решил мне предъявить? Так вот так дела не делаются, понял? Давайте соберем скотняк. Пускай приезжают правильные люди. Давайте посетим, покубатурим. Пусть они решают наши проблемы, а не ты. Я не сука. Нет. Нет! ВЫСТРЕЛЫ 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 В больничку хочешь, Фома? Или тут на диване помирать будешь? ВЫСТРЕЛЫ Дайте ему десять минут. Если не скажет, кто с ним брал кассу, качайте. ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Разумеется. ВЫСТРЕЛЫ Мы поставили под колпак весь отдел. Все, как ты просил, надеюсь, что Кесарь будет подключать своего человека в отделе к поиску денег. Две недели мы слушали все телефонные разговоры, читали всю почту. Две недели круглосуточная наружка следила за каждым из работников отдела. Плюс все то же самое по отношению к членам всех семей. Результат ноль. Ни одного контакта или телефонного разговора, который мог бы задать хотя бы вопросы, Кесарь на контакт со своим человеком не выходил. Или они общаются телепатически. Вашу мать! Я хожу по лезвию, а вы сработать нормально не могли? Все грамотно было сработано. Значит, никакого крота в отделе нет? Тихонов спалился сам? Я б тоже так хотел думать, но позавчера в Нижнем убит наш сотрудник, который работал по торговле с оружием. Кто? Орлов Игорь. Черт, но ведь Кесаря в Нижнем нет. Тут другая связь. Кесарь и человек, по которому работали в Нижнем, сидели в одной зоне, это точно. Сережа, надо продолжать операцию. Как? Деньги Кесаря у тебя. Точно? Ты что думаешь, я под шумок хапнул и отдал их девчонке Самохиной? Ты через нее внедрялся? Да, это она дала наводку. А на что ты ее подцепил? На любовь морковь. Сережа, ты помнишь нашу операцию в 2002 по банде Строгалева? Ну. Вот надо сделать то же самое, надо вернуть деньги Кесарю. Ага. А может, сразу застрелиться? Сережа, ты должен внедриться к Кесарю. Ты должен быть рядом. А ты пока, несмотря на всю свою конспирацию, действуешь со стороны. А ты должен быть внутри. Ты знаешь, наши правила я не могу тебе приказывать. На внедрение у нас ходят добровольно, но другого хода я не вижу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что случилось? На тебе лица нет. Катя, у нас проблема. Что? Кесаря поставил весь город на уши. Ищут деньги. У них уже есть мой словесный портрет. Так что выйти на меня – это вопрос времени. Господи. Что же делать? Один из моих стволов оказался паленый. Я этого не знал. Теперь по стволу они выйдут на меня. Без вариантов. А уехать? Ну почему мы спрячемся так, что нас не найдут? Кать, я знаю эти расклады. Человек в бегах живет не больше трех месяцев. Это тебе не Интерпол, от которого можно бегать годами. Это серьезные люди. Господи. Кать, деньги нужно вернуть. Тогда у меня останется хотя бы шанс. А я? Ну ты не при делах, при любом раскладе. Я все буду валить на Фому. Сереж, это самоубийство Кесаря убьет тебя. А это уже моя игра. Я бывал в переделках и покруче. Я знаю, что я скажу. Я знаю, что скажут мне. Я знаю, что это шанс. Все остальные варианты это... Ну это смерть. Причем мучительная. А как же наша мечта уехать вдвоем? Кать, сейчас хотя бы, чтобы ноги не оторвали, а там... Ноги. Скажите Кесарю, я деньги привез с Моломосковской. Разговаривал. Я ему говорю, давайте загоняйте всю эту партию сразу. Ну вопрос в том, что я им озвучиваю одну цену, а они потом в итоге заряжают вообще другую. Я принес деньги. Это я брал ваших инкассаторов. Кто ты? Моя фамилия Кутепов. Офицер отдела внедрения в МВД. Работал по наркотикам и по торговле оружием. Сейчас я в розыске. Что тебе шьют? Вымогательство. Было? Было. Кто сдал тебе мою кассу? Фома. Но я не знал, что касса твоя. С Фомой я познакомился в казино. Он должен мне денег. Отдать не смог. Сказал, что даст наводку на кассу. Но он не сказал, что деньги твои. Я не знал, с кем он работает. А Фома не знал, что я мент. Почему принес? Если бы я с самого начала знал чьи это деньги, я бы не пошел на это. Мне не нужны неприятности. Фома, говорят, уже сыграл в ящик. Испугался? Я же говорю, мне не нужны неприятности. Тебе их не избежать, увы. Если честно, я сюда пришел еще с одной мыслью. Инкассаторов я брал один. Фома не в счет. Но там было еще двое ваших людей с оружием. Я справился. Ты хотел продемонстрировать мне свои возможности? Если бы у тебя нашлась работа для меня и крыша. За мной бегает вся милиция Москвы. Я прошу учесть, что я мог бы положить твоих людей. Но я стрелял только по рукам. Я учту. Ты будешь умирать десять минут. А не полтора часа, как я хотел. В подвал его. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сядь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А теперь будем разговаривать. Ты мне расскажешь, как ты спалился. Кому предлагал крышу. Почему оказался в розыске. А мы послушаем. Ты мне все расскажешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну? Ничего. Уже три дня. А ты уверен, что он до сих пор в осомнике? Уверен. Только не уверен, жив он там или... Владислав Алексеевич, может, уже пора вызвать ОМОНы, вытащить его туда. Все-таки безумно рискованно было послать его туда под собственным именем. А вдруг они поймут, что он не в розыске, а внедряется? Во-первых, он в розыске. Его реально ищут. Об операции знают только трое. А во-вторых, он вернул деньги. Если человек, а тем более мент, добровольно возвращает такую сумму, значит, у него очень серьезные проблемы. Кесарь поверит. Ладно, Леша, ждем еще три дня. Три дня? Ставки слишком высоки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что это? Твой новый паспорт. Хвостенко Сергей Павлович. Фотографию вклеят позже, когда тебе физиономию поправят. Хочешь работать? Хочу. Работай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СМЕХ СМЕХ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Держи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здравствуйте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай, заходи. СМЕХ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что, принес? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На. Ну все, пошел. Стой пока на месте. Слушай, этого как бы мало. Где остальное? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мне все равно, толкнуто его или нет. Ты товар взял? Значит, должен был принести мне деньги, понимаешь? Сегодня день расплаты. Давай гони бабки или возвращай товар. Серег, я не могу. Ну, дай мне еще пару дней. Ты взял товар, значит, должен был принести мне деньги, понимаешь? Сколько у тебя карманов-то, а? Снимай куртку. Давай. Зачем? Давай куртку. Куда? УДАР Вот сука! Слушай, но этого как бы тоже мало. УДАР Завтра пронесешь остальное, слышишь? УДАР Пошли. УДАР ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Завтра ночью поедешь с ребятами в Переделкино. Сан Цыгань. Надо с ними разобраться, поможешь. Ясно. Что тебе ясно? Еду в Переделкино, помогаю. Урод! Ты не к теще на блины едешь. За каждого убитого цыгана штука баксов. Кто не заработает ни одной штуки, платит не пять. Это ясно? Ясно. Пошел он. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего он такой злой, а? Да баба у него сбежала. Катька. Куда сбежала? А никто не знает. Мобилу выключила и исчезла, сучка. Уже три дня как бешеный. Ясно? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Пришел мент. Это Катя. Знакомься. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Красивая? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Да. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Как она любила меня. Душу отдавала. Ее нашли вчера вечером на десятом километре Новой Риги. В кустах. Пуле в затылок. Я любил ее. В нее столько бабла была вложена, если б ты знал. Ты мент. Найди того, кто ее убил. Тебя очередь расследовать. Вот и найди. Если надо, всю Москву понеминавши. Ты понял? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Понял. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Что стоишь? Что тебе еще надо? Денег что? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА О, здорово, Серега. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Так ты же в розыске. В розыске. Понятно. Ну, чем могу? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Выручишь. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну, конечно. Сегодня ты в розыске, завтра я в розыске. Что надо? Мне нужна распечатка звонков по этому номеру за последний месяц. Ага. С тобой? Его зовут Алексей, он тебе позвонит. Заберет и распечатку. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Да не вопрос. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Значит, кесарь хранит бабло в банке корсар? Так точно. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Шматков Георгий Юрьевич. Президент банка корсар. Устал? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Он устал, товарищ подполковник. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну, ладно, ребятки, совсем недолго. Я уверен, что Шматков не только хранит в сейфе наличку кесаря от героина. Он также знает про все его офшорные счета, про схемы отмыва бабок кесаря, про все. Шматков финансовый оператор. Да мне все равно. Знает он про офшоры, знает он про отмывку. Я внедрялся не для этого. Я ищу человека кесаря в отделе. Я и рядом не стою с этой темой. Рядом не стою. Да нет, Сережа, ты совсем рядом. Не вижу. А я тебе покажу. Ты прижимаешь банкира и вытаскиваешь из него информацию по бабкам кесаря. Если хочешь делать это жестко, делай. Как только у меня эта информация, я отправляюсь к кесарю. Дай я, подполковник Шабуров. И я предлагаю ему сделку. Он называет нам имя человека в отделе, а мы забываем про все. Про его дела, про бабло, где он его держит, куда инвестирует. Как, Сережа, пойдет он на такую сделку? Возможно. Или попросит время подумать, скажем, дня три. За эти три дня грохнет кого-нибудь в отделе и спишет все на него. Вы хотели крота, товарищ подполковник? Вот он, мертвенький. И вы получите новый труп. А крота вы не получите. Правильно. Поэтому я не дам ему время подумать. Я понимаю, ты устал, но мы уже на финише. Сделаешь. Вот и хорошо. Так, что у нас еще? Катю Самохину убили. Кесарь приказал мне, чтобы я нашел того, кто ее замочил. Сережа, но сейчас это нас не очень волнует. Не сильно увлекайся этой темой. Помни о главном, понял? Понял, понял. Отдохните немного. Мне не нужны деньги. Мне нужна информация. Ты подробно ответишь на мои вопросы. Я буду спрашивать про твоих клиентов. Про разных клиентов. Ты понял? Вопросов много. Ты мне на них ответишь очень подробно. Потом покажешь файл в компьютере, где находится информация, которая подтвердит, что ты рассказал мне правду. Если ты не захочешь этого делать, то я буду тебя пытать. Потом закопаю во дворе. Что ты решил? Я буду говорить. Отлично. Вы не убьете меня? В этот раз нет. Но я приду снова и убью тебя. Если ты вдруг хоть кому-то расскажешь, какие именно вопросы я тебе задавал. Ты все понял? Да. Здесь все. Я записал его показания. Есть что-нибудь? Все есть. Он рассказал про всю финансовую схему, по которой Кесарь отмывает бабло. Он не побежит к Кесарю? Даже если побежит, за три дня такую схему не спрячешь. Но вам стоит поторопиться. Хорошо. В ближайшее время я выйду на Кесаря. Еще дня три я вывожу тебя из операции. Ясно. Так. Все. Здесь выходишь. Костя, ваш друг из центрального аппарата, достал распечатку звонков на Катин мобильник за последние три дня до ее смерти. Я проанализировал. Тут есть один номер, который вызывает вопросы. Какой? А вот. С этого номера звонят очень редко. И только на два-три номера. В том числе и на Катин. Ей звонили с этого номера в день ее смерти. И судя по всему, этот номер предназначен для звонков девушкам. Все остальные абоненты тоже молодые женщины. Костя проверил. На кого он зарегистрирован? На украденный паспорт. Зарегистрирован на украденный паспорт полгода назад. У Кости тоже этот номер вызвал подозрение. Звони Кости. Пусть он засечет, где сейчас этот телефон. А ты съезди, посмотри. Звони Кости. Кость, это точно Большой Спасогляничевский переулок? Да тут клуб какой-то. Ладно, как скажешь. Звони Кости. Я перезвоню. Я перезвоню. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Кесарь, ты забыл о наших договорённостях. Мы обсуждали с тобой эту тему. Я обеспечиваю тебя крышей за треть от твоих доходов. Всех доходов. И тут выясняется, что у тебя есть бизнес и инвестиции, о которых я не знаю, счета, о которых я не знаю. Фирмы в Праге, зарегистрированные на твое имя, о которых я не знаю. Недвижимость, оформленная на тебя, о которой я не знаю. Почему, Кесарь? Всё, что ты называешь, это моя доля. Я не обязан отчитываться перед тобой, куда я прячу свою долю. Ты получаешь свою треть, остальное тебя не должно интересовать. Я не получаю треть, Кесарь. Я произвёл расчёты. И, судя по движениям на твоих счетах, только за этот год ты утаил от меня 11 миллионов долларов. 11, Кесарь, треть из которых моя. Ты ошибся в расчётах. Мать твою, Кесарь! Я не ошибся. Ты понимаешь, что я из-за этого рискую всем? Я отдаю тебе своих парней, у меня уже два трупа в отделе. Под моей крышей ты живёшь, как под зонтиком во время ливня. На всех капает, на тебя не капает. И если бы я хотел, Кесарь, я бы раз в десять тебя закрыл на пожизненное. Короче, я хочу понимать, как ты видишь наши дальнейшие отношения. Если ты ими дорожишь, ты выплачиваешь мне 4 миллиона долларов. Три, моя доля. Один, штрафная санкция. И выплачиваешь в течение двух дней. Если нет, я передаю в Интерпол информацию о твоих заграничных инвестициях и счетах. Так же к этой справке я приложу рапорты моего агента. И если Интерпол и чешская полиция не начнут суетиться, я очень удивлюсь, Кесарь. Хорошо. Четыре лимона. Решили. Агент. Я отдам тебе его. Сейчас. Да не вопрос. Запасные ключи от его хаты. 4-й Ростовский, дом 2, квартира 15. И пусть твои ребятки будут поосторожней. Стреляет он как бог. Кудепов. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... ВЫСТРЕЛЫ Уходим! Уходим! Какой черт! Костя, я не могу дозвониться, Алексей, он вырубил телефон. Спас Голенищевский переулок, там клуб какой-то. Спасибо. Угу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это я. Да, Сережа. Я спалился. За мной приходили люди-кесарь, я еле ушел. Ты где? А Леша убит. Его тачка возле клуба Барбарелла. Он там мертвый. Мы все спалились, нахрен, Шапуров. Где ты находишься? Ты здесь, на Китай-городе. Так, иди на нашу точку на Китай-городе. Немедленно, понял? Да, да. Ты на чем будешь? На своей машине. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я уверен, что Шабуров и есть человек-кесаря в отделе. И это он сдал кесарю Тихонова и Орлова. И он убил Катю. И Алексея тоже он убил. А Катю зачем? Катя рассказывала мне, что по приказу кесаря она спала с нужными ему людьми. Среди них был Шабуров. У него был номер ее телефона. Он звонил ей в день ее смерти. Когда Шабуров узнал, что я внедряюсь к кесарю через Катю, он испугался, что она может дать мне его словесный портрет. И убил ее. Я уверен, что Шабуров послал меня к кесарю только с одной целью. Ему нужно было проникнуть в его финансовые тайны. У них там какие-то свои расчеты. Вы понимаете? Возможно, кесарь скрывал от него какие-то бабки. И он хотел узнать. Все это гипотезы. А факты? Ты принес факты. Какие вам нужны факты? Меня хотели убить из машины Шабурова. Сразу после того, как я ему позвонил. Это не факты. Поставьте Шабурова под колпак. Просведите его контакты. Банковские счета, недвижимость. Хорошо, хорошо. Входите. Вы что, мне не верите? В то, что Шабуров крот, не верю. А в то, что он заподозрил тебя в кое-каких темных делах, и ты решил его дискредитировать, в это я верю. В каких делах? Ты ограбил кассу кесаря, применяя при этом огнестрельное оружие. Три человека ранены. Ты присвоил деньги. Я отдал деньги кесарю. Так сказал Шабуров. Это была оперативная комбинация. Деньги ты не вернул. Вы Шабурова верите, да? Он вам поет про меня все, что захочет. А вы меня послушайте. Сережа, ты заигрался. Уведите. Итак, вы уже в курсе, что наш бывший сотрудник Утепов встал на путь преступления. Он в бегах. Мы подняли на ноги всю милицию города. Есть информация, что он причастен к нескольким убийствам. Также есть информация, что, возможно, он сдал криминалу наших товарищей Тихонова и Орлова. А также сдал бандитам все ваши операции, легенды и фотографии. Вся наша деятельность парализована. Вы работали с ним много лет. Знаете его привычки и методы работы. Найдите его. Живым или мертвым. Я подчеркиваю, живым или мертвым. Работайте. Спасибо. Кутепов, глупости не делай, продырявлю. Возьмись руками обеими за пакет. Понял. Подними руки. Давай поговорим, Саша. Нечем мне с тобой разговаривать. В отделе с тобой поговорят, понял? Меня подставил Шабуров. Он сдает всех наших ребят кесарю. Следователю расскажешь это. Я не доживу до следователя. Он не даст мне жить. Ты подумай своей головой. Ты знаешь, у меня 8 лет. Я всегда был хорошим, да? А тот вдруг стал плохим. С какого перепуга? Саша, так не бывает. Я тебя прошу, мне помочь. Ты работал со мной 8 лет. Мы друг друга выручали. Сегодня меня подставили, завтра подставят тебя, любого из нас. Ты просто обязан мне помочь. Я Шабурова тоже 8 лет знаю. Дай мне шанс. Все, что я прошу, шанс. Да? Я нашел Кутепову. Так, говори адрес, куда приехать, и никому больше не звони, понял? Да. Все, до связи. Здорово. Здравия желаю. Выходил? Да нет. Какая квартира? Третья. Он там один сейчас. Ладно, жди меня здесь. Вы один приехали? Не один. Не волнуйся, нас прикрывают. Я вызвал группу из ФСБ. Дело зашло, слишком далеко. Ладно, жди меня здесь, я пойду попробую с ним поговорить. Так решили. У него слишком много информации по кесарю, которая нам нужна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, хотел убить меня? Убить меня хотел, сука? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как мы это оценим? Катя, а нахрена тебе эта шлюха? Возьми бабки и купишь себе бабу подороже. Шлюха ты. А она меня не предала. Ладно. Та информация, которую ты нарыл на Кесаре, она стоит 4 миллиона баксов. Они уже у меня. Половина из них твои. А хочешь, я сделаю тебе латвийское гражданство. Сваришь в Доминиканскую республику или в Аргентину. С этим баблом это реально. А лучше бы не уезжать, Сережа. Можно стричь Кесаря вдвоем. Это хороший бизнес. Хочешь в долю? Я работаю под 30% от всех его доходов. Половина из них твои. Твою мать, Шабуров. Ты посмотри на себя. Ты задыхаешься в собственном дерьме. Тебе, может быть, жить осталось 3 минуты, а ты бабло делишь? Скажи что-нибудь человеческое, чтобы я тебя пожалел напоследок. Я тоже люблю вкусно поесть. Не считать копейки до получки. Да, я нарушал закон. Но я это делал не для того, чтобы набить свой карман. И главное, Шабуров, на мне нет крови своих. Ты понял? А ты перешел эту грань. Ты послал меня к Кесарю почти на смерть. Меня били на смерть. Я и сам убивал. И ты думаешь, я за баблом туда ходил? Я там был, чтобы найти гада, который сдал наших ребят. И я его нашел. Если ты выстрелишь, тебе не выйти из дома. Дом окружен. И отдал приказ стрелять на поражение. Здесь один патрон. Хоть напоследок будь человеком, а? Хоть напоследок. Так. Продолжение следует...